Девушка на каблуках покоряет мужские сердца. Но почему же шпильки так магически действуют на сильную половину человечества? Девушка на каблуках, при условии того, что она умеет на них ходить, она сразу раскрывается. Это даже по физиологии можно посмотреть, потому что сразу подтягиваются ноги, сразу всё тело, осанка, и там нельзя ходить с горбленной какой-то такой. Поэтому, конечно, нравится. Впрочем, туфли на каблуках сами по себе ещё не являются гарантом успеха у мужчин. Важно не только то, что ты их носишь, но и с чем носишь. Конечно, платье и юбки – это то, что считается лучшим вариантом, чтобы создать женственный образ. Однако стилисты уверяют, что выглядеть женственно можно и в брюках, ведь для создания стиля важно множество деталей, не только каблуки. Вот эти детали дают общее представление образа, аромат, ногти, каблуки, какие-то мелкие такие вещи, но в итоге эти вещи влияют на полное восприятие того же внутреннего мира, как ни странно. Высокие шпильки смотрятся роскошно и сделают любые ноги красивее, но ходить в таких каждый день, увы, нельзя. Вредно для здоровья. И мужчины это, кстати, прекрасно понимают. Девушка устает на каблуках. Когда девушка устает на каблуках, это выражается на лице, и хоть как её одень, накрась, она будет усталая, недовольная женщина. А иногда каблуки могут всё только испортить. Если девушка на них ходить не умеет и выглядит, как раненый кузнечик. Хотя отсутствие такого навыка не беда. Здесь, как в любом деле, важна тренировка. Можно ходить в туфлях на каблуках дома или попросить совета узнающих подруг, а в крайнем случае записаться в модельное агентство. Там уж точно научат. Впрочем, обувь на шпильках ещё не залог всеобщего мужского обожания. Мужчинам нравятся искренние девушки. В душе ты милая, добрая девочка, а там снаружи красная помада, красное платье, чёрные туфли. Каблук там 10 сантиметров пошла. Это будет, ну, не соответствовать, это будет очень сильно выдавать. Как ни странно, ну, мужчины это хорошо чувствуют. Кстати, каблуки уместно носить женщинам в любом возрасте. Главное, чтобы это было безопасно для здоровья и соответствовало внутреннему состоянию. Наталья Винтер, Максим Юргин. Утренний коктейль.